Добрый день. Несколько дней назад я был в гостях у своих приятелей здесь, которые давно уже живут в Доминикане. Занимаются строительством, русские ребята, семейная пара. Ну, был в гостях. Я их знаю уже достаточно давно, общались то да сё. Разговор зашёл о детях и мне рассказали о том, что у них выросла дочь, закончила университет, как-то её надо сейчас устраивать. Здесь, в Доминикане, будущего они ей не видят, поэтому приходится как-то думать, куда-то её отправлять за границу. В Швейцарию, в Канаду, в Америку. Ну, куда-то, короче говоря, надо решать. И тут, как мне показалось, ну, собственно, это было неосознанно, пришло время рассказать не о бизнесе же. Я им рассказывал о своём предыдущем бизнесе, и они отнеслись, мягко говоря, не очень радостно к моему предложению. Мягко говоря. И в этот раз я тоже особенного ничего не ожидал. Единственное, что у меня был расчёт на то, что они все на машинах, и это их каким-то образом могло заинтересовать. И я очень коротко начал им говорить о том, что я сейчас начал новый бизнес, со мной дочь работает тоже, и бизнес связан с продажей вот таких продуктов для автомобиля, для бензина, это всё. И сразу же в ответ я получил несколько реплик. Ну, женщины более эмоциональные, более открытые, менее сдержанные. И его жена говорит, ну, так можно и на Амазоне всё купить, нафиг нам этот развод. Мы люди простые, мы в это не верим. Как только я этого услышал, я сразу спросил, а у вас бассейн какого размера? А вот как вы сейчас в бассейне? И они стали рассказывать про бассейн, и моё предложение исчезло. И я заткнулся сразу, мгновенно, как только почувствовал такую реакцию. Нет, нет, всё внутри, всё воспитание, вся информация, которая содержится внутри, говорит моему предложению о сетевом бизнесе, которое я им делаю. Нет, категорически нет. Мы не хотим тебя обидеть, мы к тебе относимся хорошо, но нет, поэтому даже и не лезь. Так было между строк мне сказано. Второй раз уже. И как-то это не очень радостно, но так есть, и поэтому я тут же спросил про бассейн. И разговор тут же переключился плавно, без всякой паузы, на дом, на строительство, на бассейн, на воду, на температуру, ну и так далее. Прошло несколько дней, вчера я был у них снова, а я человек настойчивый. Настойчивый. Сам удивляюсь. Опыт такой, уже пропитался этим сетевым духом. Короче, я к чему всё это говорю? Зашёл разговор о том, что вот, что тут можно купить, что тут можно приобрести, недвижимость, это всё. И я говорю, у меня есть вот в моей группе ребята, с которыми я работаю, значит, есть такие, которые могут купить тут недвижимость, они уже зарабатывают хорошо, несмотря на то, что мы ещё два года не работаем. И как-то так к месту получился рассказ, который я сейчас вам воспроизвожу. Я говорю, у меня, например, есть один парень, один парень, два года неполных назад, в апреле, в марте, в марте 2011 года, я ему позвонил, рассказываю я им, и говорю, что вот я начал новый, вот новый бизнес, и вот такой-то, такой-то, связанный с машинами, там, вот, беокатализатором, и начать надо 30 долларов. Он мне отвечает, рассказываю я, этот парень молодой, в России живёт, что, ну, в общем, мне нравится предложение ваше, в принципе, заслуживает внимания, я вам доверяю, я буду искать деньги, сказал я, рассказываю им эту историю, 30 долларов, я буду искать деньги. Они засмеялись, мои собеседники засмеялись, что это у вас за такой клиент, который будет искать 30 долларов. Я говорю, вот, вот, тонкая фишка. Ровно через неделю он мне звонит, этот парень, и говорит, всё, деньги нашёл, начинаю. И он начал. Через некоторое время ему потребовалось ещё денег, уже в несколько раз больше, в 20 раз больше, но он уже увидел, что заработки пошли, и он нашёл и эти деньги. И сейчас вот он преуспевает. Я говорю, а мне самому, как и вам, было как-то неловко даже за него, когда он сказал, 30 долларов буду искать, и неделю искал. Потом, говорю я им, мне стало известно, потом он сам мне рассказал, что за час до моего звонка у него был судебный пристав, и описали всё имущество, в том числе последний ноутбук. И что он в жутких долгах, там, десятки тысяч долларов долгу, что у него мама больная, что она, значит, нуждается в уходе, и он из дома толком выйти не может, и операция, там, мозг, то есть всё, в общем, опухоль, ну, в общем, такая вот страшная совершенно человеческая история. Они вдвоём, больше помочь некому, и молодой парень даже из дома выйти не может, жрут, извиняюсь за грубость, рис и прозраченные консервы, и больше нету ничего, и перспектив никаких, и шансов никаких, и вот мать на руках, и заработать не может, и долги из квартиры вышвырнуты. Вот в какой момент я ему позвонил, и я вижу по их глазах, что этот рассказ их прям затронул, вот прям затронул, потому что им это понятно. И вот он начал работать интенсивно, очень сильно, очень мощно, очень долго, с утра до ночи, с утра до ночи, с утра до ночи, с утра до ночи, дома за компьютером, это был для него шанс. И вот, говорю, недавно, вот прошло неполных два года, он мне позвонил, он сейчас, говорю, преуспевающий человек, совершенно другой, женатый, семейный, без долгов. И вот он мне позвонил, говорит, Олег Григорьевич, поздравьте меня, я купил автомобиль, это уже второй автомобиль у него здесь. И какой же? Говорит, вот купил BMW X5. Там у него все есть, и вместо ключа кнопка, и на лобовом стекле проекция всех данных о движении, и, ну в общем, супер крутая тачка. Он говорит, да, BMW, это BMW. BMW это только дураки покупают, потому что, по сути дела, потому что переплата сумасшедшая, это же цена неподъемная, BMW. Да BMW, даже поддержанная BMW, это же BMW, BMW. А я ему говорю, вот он взял BMW, и говорит мне, говорит мне этот парень, который чуть больше полутора лет назад искал 30 долларов, сегодня говорит, ну пришлось немножко там переплатить, заплатил чуть больше 50, там, тысяч, 55 тысяч евро. Но зато вот хорошая машина, Олег Григорьевич, поздравьте меня. Я говорю, так что вот-вот так ребята зарабатывают, и да, интересный у вас бизнес. Сказали они мне. То есть позавчера они меня сразу откровенно послали, а сегодня, когда я рассказал такую историю, они говорят, да, интересный у вас бизнес. Я говорю, ну так, не все зарабатывают далеко, многие гораздо меньше, есть ребята, но прикупить недвижимость уже кое-кто может, в том числе в Доминикане. Да, если за два года так, это, конечно, да. Ну, а бассейн у вас какого размера? И опять разговор этот увел. Зачем я это рассказываю? Я рассказываю вам это за тем, чтобы вас вважали, чтобы когда вы делали бизнес, чтобы вы не разрушали отношения с людьми, которых вы любите, которые вам дороги, с которыми вам дальше жить. Не надо к ним лезть в лицо. Ты заикаешься, он говорит, нет, все, нет, нет вопросов. Попозже, по-другому, тихонько, по-умному, тем более есть, что показать. А что показать? А показать только одно. Не как работает продукт, никакие там внутри составляющие, а истории людей, которые были никем, были в полнейшей, в располнейшей, извините за выражение, финансовой дыре, и вдруг начали подниматься. Ну, что это такое? Человек был весь в долгах. Прошел год, он зарабатывает 4 тысячи долларов в месяц. Да где такое видно? Сидя дома, за компьютером, продвигая такой продукт на рынок. Да какой бы продукт ни был, если он, вы продаете в своей сетевой компании, он, значит, хороший. Если он вам нравится, если вы им пользуетесь. Речь-то не об этом, речь о том, что этот продукт, этот бизнес меняет жизни людей. И когда у человека есть нужда, когда у человека есть потребность, когда эта потребность у него в голове связывается с вашим бизнесом, тогда он реагирует. Они говорят, нашу дочь надо как-то устраивать. Я говорю, у меня есть продукт, называется вот так, то он делает то-то, то-то. В ответ я получил, да, ну только не надо, нам мы люди простые, надо купим через Amazon.com. А вот это вот разводило, а мы не любим. Вот это вот все сетевое. Окей, стоп. Та же самая тема, тот же самый бизнес, но только лишь с другой стороны. У нас есть дочь, у нее есть проблема, и у нас есть проблема, нам надо как-то устроить жизнь, и потому что, вот потому что трудно и тяжко приходится работать, там вот университет закончил, как-то устраиваться, то есть все. А я говорю, а вот у меня ребята есть, которые два года здесь зарабатывают вот такие деньги, может быть, это каким-то образом не в прямую, а вот так. Вот так. Вот так. Здесь на подсознании история. Я не хочу сказать, что я их подписал, да мне собственно и не нужно это делать. Я просто, я просто живу так. Я просто живу, я просто наблюдаю, как люди, мне интересно. Я уже привык, я по-другому не могу. Каждого человека я рассматриваю, не подходит ли он к моему бизнесу. Ну иди, пока не подходит. Да и не надо. Пусть они занимаются своим делом, они очень хорошо его делают. Если они не будут строить, кто будет строить? Но мастерство надо оттачивать. Не этот, Мы же живем все равно. Обдумайте то, что я вам сказал. Так ли вы ведете себя? Ну, я могу, конечно, если откровенно говорить, уже в более расслабленном режиме работать. Меня никто не гонит в спину. У меня есть на что жить. А тому, кому тяжело, нужно сейчас срочно, срочно, за счет массированных действий нарабатывать, нарабатывать, нарабатывать практику. Чтобы здесь, здесь, здесь накапливался, накапливался опыт, накапливалась практика, накапливались слова, которые надо говорить, разные ситуации, какие-то типы, типовые ситуации, как в них вести. Путь один, рассказ, короткий рассказ, и дальше пусть дорабатывает система. Чтобы у человека увязалась его нужда с вашей возможностью. И тогда вспыхнет интерес. Если он вспыхнул, то удовлетворять его надо там, на сайте, в системе, которая последовательно, постепенно ему доведет. И не торопитесь форсировать события. Если у вас в работе будет 100 человек, 200 человек в работе, которые созревают на разных стадиях дозревания, то тогда вы будете преуспевать, у вас каждый день будет выскакивать, выпадать, появляться по одному новому партнеру. Но для этого надо задать тон, надо набрать эту базу, надо действовать быстро, много и решительно. Нас на первых порах очень много, очень много, очень много. нужно проговаривать с сотнями людей в день, с сотнями людей в день, не тратя на них много времени. Тебе интересно? Да, лови здесь. Лови ссылку. Желаю вам удачи.